По-настоящему историческое событие прямо сейчас и прямо сегодня стартовало в Бурнауле столица Алтайского края. Второй этап Кубка Мира по гребле на Байдарках и Каноя. В турнире принимает участие больше 400 спортсменов из 59 стран. Это и чемпионы мира, чемпионы Европы, призеры Олимпийских игр и, конечно, победители Олимпийских игр. Сегодня и завтра зрители ждут очень много заездов. Только сегодня было 29 заездов и они, конечно, основную борьбу ведут на 6 квалификационных путевок на Олимпийские игры в Токио. То есть сегодня и завтра зрителей ждет по-настоящему Олимпийская программа. Несмотря на холодную, прохладную такую погоду, ветер, может быть, еще чуть-чуть морозит дождь. И несмотря, конечно же, на рабочий день, четверг, зрители собрало очень-очень много. Видим, что трибуны почти заполнены, процентов так на 40, но зрители все подтягиваются. Для зрителей сегодня приготовлены и программа, когда между заездов есть небольшая пауза, играет музыка, выступают и танцевальные коллективы. Чтобы добраться зрителям очень просто, либо на автобусе, либо на специальной электричке. Стоит отметить, что на своей машине ехать не стоит, потому что до станции Присягина машина остановит и ушли не проехать. Стоялись на высшем уровне. Несмотря на то, что сегодня у нас собралось очень много стран, есть и ковидные ограничения. Как видим, я сейчас нахожусь в маске, без этого никуда. И к многим спортсменам нас, к сожалению, тоже не подпускают. Но мы будем как-то искать варианты, чтобы пообщаться с нашими иностранными гостями. Это гордость жителей Алтайского края за то, что наконец-то у нас проходит такого уровня мероприятие. Это первое спортивное. Наверняка и другие отрасли будут проводить. Но и спортивные будут традиции, хорошие традиции. Конечно, будем крутить историю этого вида спорта. И этот пример должен стать правильным примером для других видов спорта. Уже завтра, 21 мая, зрителям в 12.50 ждет официальное открытие данного турнира, второго этапа. Кутка мира по укрепленному байдар к Никаною. Поэтому все, друзья, мы вас зовем на трибуны заполнять, поддерживать. Конечно, и болеть за сборную России.